Вместо министерских кабинетов – музей Бендерской крепости. В зале с многовековой историей обсуждали будущее визитной карточки Приднестровья. В ближайшее время у архитектурного памятника XVI века появятся новые очертания. Будет разбит Александр-Невский крепостной парк со скверами, со зеленением и так далее. Но для этого, конечно, необходимо первое – это привести в территорию надлежащий порядок, убрать весь бетон, убрать все сооружения, которые мешают этому замыслу. По замыслу через два года Бендерская крепость – это не просто культурно-исторический, а туристический центр Приднестровья с парковой зоной, детской площадкой и местами отдыха. Это, пожалуй, уникальная ситуация, когда крепость древней постройки сохранила еще свои оборонительные функции. На территории крепости размечена воинская часть, она там, конечно, должна остаться, как учебный центр, и никаких в этом проблем нет. Руководить реализацией проекта будет советник президента Павел Прокудин. Вадим Красносельский обозначил конкретные сроки сдачи объекта. По плану все работы завершат к октябрю 2019 года. В преображении Бендерской крепости примет участие и Россия. Россияне уже принимали участие, и я уже, по сути дела, провел переговоры с послом Российской Федерации в Российске Молдова, и он обозначил желание продолжить участие российского посольства. При содействии российского посольства расширят аллею русских полководцев. Установят бюсты генерала Кульнева и фельдмаршала Барклая Детоли. Сейчас в бронзовом зале под открытым небом шесть военных гениев эпохи Российской империи.